Все сохранялось по-старому, и город пополнялся новыми сооружениями не столь интенсивно, как прежде. Тем не менее, он продолжал достраиваться, изменять формы первоначальных проектов замыслов, облагораживаться и совершенствоваться на протяжении последующих, так называемых, темных веков и после них. Примечательно, что херсонесские храмы, демонстрировав единую виде развития, тем не менее, несли существенный момент в своеобразнообразие. Сочетание топографического подхода с архитектурно-археологическим позволяет установить, что в этот, отнюдь не бесплодный город, охватывавший в общей сложности около 30 гектаров, вот это все занимало вместе, и насчитывавший примерно 6 тысяч населения, каждое столетие после второй половины 6-го, первой половины 7-го века, и до времени Владимира включительно, прирастал как минимум двумя, тремя еще новыми храмами, крестовой, крестово-купольной, базиликальной конструкции, прочими сакральными зданиями, общее число которых 10-го века, по моим подсчетам, достигает не менее 4 десятков. И при этом сооружал другие общественные постройки, из которых наиболее оригинальными и примечательными стали, ближе всего к времени Владимира, стоящий крестово-купольный храм номер 29 на Агаре, вот он, здесь под номером 19, и ядросооружение с комарным сводом, здесь вот подземное водохранилище на Большой Агаре, кроме того, загородный храм Святого Созонта, вот он находится около красивых ворот, еще один, еще дальше расположенный, значит, храм Святого Климента Римского, вместе с паломническим центром, кстати, в его создании принял участие Святой Константин Философ. И еще один важный органоним – Преторий. Преторий, то есть место, где располагались военные и гражданские, губернаторские, так сказать, силы города, вот он находился здесь на территории, укрепленной стенами Цитадеми со второй половины 9 века, а потом сменился здесь, к концу 9 и 10 веке, сменился новым, более просторным архитектурным комплексом гарнизонной Базиликой и Балтистылией. Все это время херсониты регулярно велели ремонт и обновление своих оборонительных сооружений, оказывая влияние на местных строителей укреплений и церквей в юго-западной Таврике. И к моменту осады города Владимирова он был со всех сторон, даже с моря, то есть вот этой вот стороны, с морской стороны, он был опоясан со всех сторон абсолютно мощными оборонительными стенами общей протяженностью более 4 километров, высотой до 10 метров и толщиной до 3-4 метров, имел свыше 4 десятков боевых башни и вынесенную вот перед основной еще и передовую ограду, вот это так называемое протехизмом, здесь она немножко обрывается, дальше и прослеживается, значит, которая прикрывали особенно надежно защищенную цитадель, вот эту самую, которую я показал, и мертвые так называемые южные городские ворота. Если учесть, что здесь находится одна из самых мощных башен Херсонов, с которой простреливалась карантинная бухта, а вот тут на этой территории находится заболоченная балка, также носящая название карантинной, то понятно, почему войска Владимира сосредоточились около Стрелецкой бухты, вот с этой стороны, то есть с северо-западной стороны, которая представлялась, ну, так сказать, более доступной с военной точки зрения. Здесь и стены были ниже по высоте, и здесь на что-то еще можно было, кажется, надеяться. Наряду со сравнительно немногочисленными погребениями в притворах некоторых храмов и в мащехранительнице вот этого городского монастыря святого мученика Керекийского, значит, или, значит, это комплекс, так называемая, западная базилика, в течение раннего средневековья продолжал достаточно интенсивно действовать за городный Некрополь города. Он раскинулся вокруг, вот такой вот в виде буквы «С», раскинулся по периметру города, и, конечно, о его существовании не могли не знать войны Владимира, которые, ну, должны были, а надо разнуться к нему. Топография, тем более, этого кладбища мало изменилась с первых веков нашей эры, чего не скажешь о плотности погребений, заметно выросшей, особенно в районе вот здесь храма Богородицы Блохенской, то есть рядом с цитаделью около карантинной бухты. Херсониты активно использовали прежние основные типы погребальных сооружений, склепы, вырубные гробницы и грунтовые могилы, но лишь в небольшом количестве устраивали такие же новые, перенося главный упор на ингумации в одиночных ротовых могилах или примерно в семидесятках загородных, подземных, коллективных усыпальницах, ипогеях, имикириях, где число погребенных, доставляемых за столетие в столетие, порой доходило до тысяч не более человек. Город находился приблизительно двумя десятками погребальных служащих, могильщиков, устроителей гробниц, которых хватало работы, а значит, и сравнительно высокого заработка. Городничное дело всегда приносило неплохой доход. Господство новых христианских обычаев и мировоззрения прочно связало погребальное дело с устройством соответствующих погребальных шествий, церемоний, поминальных обрядов, в которых участвовали лихтикарии, носильщики лож, экомисты, тоже носильщики погребальных лож, каноники, околуфы, сопроводители покойных, певчие, носильщики свящей. Отновременно это же обстоятельство, чьи церковного погребения, предельно упростил инвентарь захоронения, сводившись от деревянных гроба в виде ящиков или колодного вин, к сауна, повседневной одеждой, с ее обыденными аксессуарами и нехитрой, дешевой, но по этой же причине популярной дижутерии, что, впрочем, соответствовала православной экономической традиции, ментальным формулам унижения, молчащим, кавычках, на сгробе, почти без надписи, представлением о том, что мы называем смертью и не может служить показателем всеобщей бедности на щеке умерших саниси, так как некогда полагали исследователи. Те же черты были свойственными и многоярусным, видимо, иногда семейным подземным гробницам ипогеям, все чаще устраивали в черте самого города с IX века и ставших довольно обычными в XI века уже после похода Владимира. Нет никаких оснований говорить о существовании как о существенном экономическом упадке Херсона и о каком-либо пренебрежении империи к северному направлению ее торгово-экономических связей. Напротив, оно стало особенно важным и выгодным уже к концу VII столетия, когда в связи с притоком нового населения с Севера и Малой Азии, улучшением демографической и политической ситуации в Таврике начался подъем сельскохозяйственного производства, местного виноделия, излишки, которые поступали на вывоз как в Романию, то есть на территорию Минишней Турции, так и в Хазаре, то есть на земле Прикаспия и Пагония. При этом областью наиболее интенсивного хозяйственного взаимодействия оказались земли Юго-Западного, Горного и Южного Крыма, сорвавшие с границами Херсона-Даранской, а позднее Херсонской и Готской, а также Сугдейской епархии. Сейчас на месте Сугдея и Судак находится, легче было ориентироваться. Мерным экономическим связям способствовала природа византийско-хазарских политических взаимоотношений, вероятно, строившихся здесь с конца VII века на основе своеобразного взаимовыгодного кондоминиума или соправительства, совладения. Точнее, это была контактная зона без четких политических границ. Она предусматривала отсутствие постоянных воинских формирований на территории, где присутствовали одновременно представители централизованных властных структур империи и Казарского каноната, озабоченные получением пропорционально равных доходов в виде налогов или даний. Подобный режим не был уникальным. Он практиковался в свое время в отношении боскорских гуннов, персов, арабов, но более глубоко, детально представить в магазинах действия такого события. Ну так, к земле Крымского полуострова затруднительно, хотя ясно, что его указными носителями здесь являлись рамейские арханты, протополиты, киры, егемоны, топархи, церковные и епископальные власти и хазарские тудуны, тарханы, действовавшие от лица своих государей. Таким образом, в темные века Табрика оказалась как бы в составе одновременно и хазарей, и хазарей. Долгое время это были равновеликие, одинаково сильные, к тому же сотрудничавшие силы на полуострове, которые с этой точки зрения являли один из самых удачных вариантов такой вот синтезной контактной зоны. Невозможно говорить о полном доминировании владычества, даже протекторате Каганата не только над Херсоном, но и над другими греческими центрами-тавриками Табрики, Климата, Фулами, Судеи, Баспора, равно как и над всей Готфией. Именно поэтому каждый раз, когда исследователи говорят о захвате хазарами Крымского полуострова, их якобы владычества и господстве, включение Табрики в состав Каганата, мы сталкиваемся с паразитным эффектом неких хазар-невидимок, которые в полной мере обнаруживаются после избавления от устойчивого гипнотического мнения об их гегемонии, об их полновластие в здешних землях. То есть хозяева Табрики, в кавычках эти хозяева Табрики, они как бы будто и были, но реальные следы присутствия крайне незначительны. Выраженные хазарские свои воинские погребения отсутствуют, где бы так ни было. Даже элементы салтово-маяцкой материальной культуры, появившейся на полуострове не ранее второй половины конца VIII века, не являются преобладающими, ее влияние ощущается в гораздо меньшей степени, чем ромейское грицизированное. Это неоспоримый факт, на объяснение которого следует, конечно, обратить гораздо больше, более пристальное внимание, чем на поиски следов некого хазарского господства или хотя бы влияние якобы продолжавшегося едва ли не до эпохи князя Святослава здесь. Именно режим своеобразного кондоминиума обусловил с конца VII века отказ от военизированного ДУКАТа, такой административной единственной, как военизированный ДУКАТ, пользу более гибкого режима квази-автономного Архантата, что вызвало своеобразную, в кавычках, гемлитаризацию региона и отсутствие условий для формирования слоя местной военной аристократии. Уже одно это обстоятельство лишило движущей силы возможную антиимперскую оппозицию здесь. Бурные события, которые здесь произошли осенью 711 года и были связаны и с Хазаром, и с Лерсоном, и с Византией, они особенно наглядно показали, что даже когда у херсонитов оказалась возможность политического выбора, они все равно его сделали в пользу Византии. Ничто, повторяю, что буквально ничто не свидетельствует о том, что византийские центры на территории Крыма стремились отделиться от империи ромеев и были враждебны ей, а не отдельным императорам. Такое случалось. Уже давно, в эпохе последних веков античности, положение Херсонеса, Херсона и его округи не отличалось от статуса других римских провинциальных центров. И де-юра, и де-факто он воспринимался как составная часть Ромейской империи, а длительный процесс интеграции, особенно успешно пошедший с конца IV века, обусловил отсутствие соответствующего правового акта о включении полиса в число владений империи. Семерпорадистские же настроения раннесредневекового города, равно как и его независимая полисная организация, в кавычках, и самоуправление, в кавычках, некие управляющие городской общины, даже вопреки известной новелии царя Льва VI, законодательно запрещавшие такие вещи, это не более чем еще одна мифологема, порожденная давней и устойчивой историографической традицией, но, к сожалению, до сих пор остающейся очень живучей. И это удивительно, ибо концепция местных свобод, в кавычках, она ничем не подкрепляется в источниках, напротив, разрушается все новыми данными сигилографии, находок византийских печати, византийских функционеров, византийских чиновников. Ведет херсонских чиновников с имперскими титулами, носителей таких свобод, некие управляющие, кавычках, городской общиной, которые пытаются представить архантами, кирами, патерами, эдиками, протегонами, страторами, это по меньшей мере странно, как и представлять арханта Херсона каким-то неким калияльным органом на античный момент. Высокий престиж Византии позволял рамен смотреть на все страны и народы свысока, и херсонеситы, конечно, тоже усвоили этот имперский взгляд. Земля Ромея представляла землей обетованной, и они не собирались отказываться от чести, быть частью империи, членами ее общества, считали себя обязанными подчиняться неразрывной общине византийцев и жить с ними в мире. Как бы ни именовались представители городских властей, своей основе это были функционеры на государственные службы, государственные служащие, чей бюрократический статус подчеркивался в отличие соответствующих печатей рамейского чиновника. Местное происхождение отдельных из них и связь с городской общиной ничего не меняют в этом выводе. Херсон оставался на протяжении всего раннего Средневековья достаточно устойчивым к социально-экономическому организму, и приток новых этнических групп, представителей варварских народов не был в состоянии изменить его греческое, рамейское культурное своеобразие. Если этническая структура населения и усложнилась к эпохе Владимира, это не привело к варваризации города. По сути дела население византийской зоны как до минимума сохраняло стабильное имперское этнополитическое сознание, а херсониты полноправные члены царства рамейского таксиса, то есть рамейского порядка, жили по тем же правилам и законам, по которым жили прочие поданные василилсов. Историческая очевидность состоит в том, что никому из них не приходило в голову о приоритетности и выгодности отстаивания каких-то там херсонесских местных интересов. Как политическая сила они не были автономны и самостоятельны. Примечательно, еще раз повторяю, что даже вот в уникальной, благоприятной для этого ситуации в 710-711 году херсонеситы не рискнули открыто выступить против Василевса и Сустиниана II, а лишь примкнули в конечном итоге к мятежникам из столицы. Едва ли они решились бы на самостоятельное участие в апостасе 70-80-х годов 10-го века в Византии. Поставки продовольствия в Крым не зависели от малазийских мятежников, которым, как поначалу и Василевсу Василию II, не было дела до окраинного заморского города лишь благодаря мудрому выбору Владимира, ставшего участником большой политической игры. Примечательно, что в ходе горосповедальной коллизии херсониты были всегда на стороне правящих императоров, следовали всем изменения конфессиональной ориентации и когда требовалось признавали монофилитство, иконоборство, прочие окружения политического ветра это цитаты из источника и в промежутках возвращались к православию иконопочитанию. Духовные вожди херсонитов епископы а с IX века архиепископы как и многие другие церковные иерархии в большинстве в своем не отстаивали последовательно ортодоксию, но законопослушно следовали в клеватере очередных правительственных новаций. Последующие попытки Айогрова переписать местную церковную историю на нужный идеологополитический лад не позволило скрыть этот факт как и то обстоятельство что во второй половине восьмого и первой и третьей IX века иконопочитатели в Таврике были на численность и степень влияния не стоит преувеличивать. Постоянные связи с заморскими землями империи и Константинополя отсутствие собственного обособленного этнического самосознания и экономической антарктичности Херсона замклупности Херсона равно как и отсутствие в нем политических сил способных взять на себя роль лидера и взвалить на плечи нелегкое время свободы в кавычках обусловили наличие весьма слабых тенденций регионального сепаратизма в этом анклаве. Судьба этого анклава ни в коей вере не напоминала монофизитские восточные провинции византийской империи оказавшиеся в конечном счете в руках арабов или германцев. Главная причина этого отличия коренилась очевидно в том, что центробежные тенденции в Таврике были долгое время в значительной мере смазаны режимом своеобразного вот этого самого кондоминиума контактной зоны, причем реальные отношения, порожденные им, строились на основе нейтралитета наподобие договора арамеев с мусульманами на Кипре в конце 7-9 веков и других аналогичных случаях. Нет уверенности в том, что хазарские гарнизоны появились в Доросе, в Мангупе и некоторых других крепостях Готфии сразу после ликвидации мятежа епископа Иоанна Исповедника, случившегося здесь, судя по всему, летом 787 года, как раз накануне открытия Селенского Синодомники. Назревшая к этому времени попытка центральных хазарских властей отказаться от кондомиума статуса владения на Крымской земле и сломить его в свою пользу оказалось преждевременной. А порожденный ей антихазарский, но не заметьте, не антиправительский, а антирамейский, с гор власти Готки и ее нелегитимно избранного церковного лидера, хотя и закончился, видимо, неудачей, заставил Хагана-хазар отказаться от тревоживших местное население намерений подчинить здешние земли. Еще несколько десятилетий ситуация в Крыму сохранялась в состоянии неустойчивого равновесия, плодами которого продолжали пользоваться Херсон и соседствовавшие с ним области Климата, но постоянно рост напряжений и растущая угроза севера поколебали его. Враждебное варварское окружение, в котором оказался город к концу первой и третьей девятого века, заставило арамейские власти начать искать выход из создавшегося положения и в конечном итоге порвать со старыми отношениями окончательно зашедшими в тупик. Нарушение системы своеобразного двоевластия в Таврике и все возраставшую грозу с севера во дверь Константинополь на проведение административно-территориальных мероприятий, затронувших в 830-е годы как северный, так и южный пелевчерного горя и вылившихся в поэтапное преобразование новых фем военно-административных единиц, имевших налаженные морские связи друг с другом. Возведение Архантата или Архантии Херсона в ранг стратегии, получившее название Клемата, произошло, судя по всему, именно в этот период, около 835-го года, во всяком случае не позже весны-лето 841-го года. Причем решение императора Феофила опять-таки нельзя рассматривать как некий юридический акт об аннексии Византии земель Таврики. Херсонские власти и до этого находились в зависимости от Константинополя и император без колебаний отдал им прямой приказ подчиняться новому избранному, как было сказано, начальству. Произошло лишь недоизменение прав владения, которое ознаменовало конец прежней политики в отношении Хазар Крыму. Оказанная перед этим помощь в планировке на местности и в начале строительства так называемого Белого приюта Саркела на Дону Царской крепости, вероятно, одной из летних ставок Казар и одновременно полифункционального административного торгово-таможенного центра Пордового пункта стало последним добрым союзным мероприятием империи и херсонитов по отношению к Казарии, которое не смогло надолго разрядить нараставшее политическое напряжение. Военный контроль Каганата над сельской Таврикой, присутствие хазарских, венгерских конных отрядов и иных различных варваров, как и источники, которые отчасти опустили, установление тревожного состояния своеобразной холодной войны вызвали очередное изменение в содержании мест и экономических связей, сократив в них значение вывоза зерна и других продуктов сельского хозяйства через византийские порты Крыма. Уже к середине IX века эти имперские владения, лежавшие, как писал Анастасий библиотекарь, на пограничье Византии и Лосит, Романе, Бокус, Империи, оказались окружены и временами по сути дела блокированы по выражению современников самыми разными племенами, разбойниками, язычниками, толпами, варваром, наезжающих сюда, которые то вступали в ненадежные союзные отношения, то сражались друг с другом. Вот почему именно с этого времени государственная политика в отношении Херсона и, надо полагать, других византийских кастров, плевата, входивших в здешнюю фему, наряду с полицейско-административными мерами, смогла предусмотреть торговые санкции, меры экономического воздействия на местных подданных романии в случае их неподчинения распоряжениям императора, царя. Таким образом, роль внешнеполитических факторов менялась в жизни Таврики от столетия к столетию и вместе с ними менялось экономическое и социально-политическое положение Херсонеситов. Если в последние трети VI века столкновения с могущественными кюрками способствовали социальной консолидации здешнего общества, четко делившегося на знат-клиер и простой народ, то с установлением режима кондоминиума контактной зоны устроя византийской правительственной власти в Архантате стали чем далее тем более расшатываться. Но только окончательный крах собладения режима контактной зоны заставил импераи отказаться от пассивной политики и попытался, как говорят источники, не упустить из своих рук здешние земли с ихромейской аристократии, что удалось, хотя отнюдь не сразу и нелегко. То же самое можно сказать о тенденции к милитаризации общественной жизни. Заметная во второй половине 6-го и 7-го века на примере Дуг и Дуката она была заторможена введением статуса полуавтономного Архантата на территории контактной зоны без четких политических границ. Но после изменения ситуации милитаризация со 2-3-9-го века вновь взяла вверх, что вылилось в появление стратика генерал-губернатора, который унаследовал часть прежнего муниципального административного аппарата, сохранявшего приездственность с позднеантичными полисными институтами. Впрочем, это не помешало ему завершить тенденцию суверенточения всех видов власти военной, гражданской и судебной в одних руках, покончив с последними призраками самостоятельности местных правителей в лице Херсонского Арханта и коллегии протемонов, первенствующих отцов города, среди которых был известный 8-9 века Кир, господин. Такое соединение властей явилось одним из закономерных проявлений феодализации в сфере публичной власти. Следовательно, в целом, развитие Херсона, остававшегося наблюдателем бастионов империи на Севере, шло в сторону классического дезиндневековья правила и его положение в темные века, предшествовавшее непосредственно временного Владимира, нельзя считать неповторимыми, уникальными в корне отличными от положения других провинциальных армейских городов. В нем куда больше сходства, чем своеобразие. Вместе с тем, общая тенденция социально-экономического развития региона не вела к появлению крупной земельной собственности, а значит и к наруктуризации хозяйства. Ремесленное производство Херсона было многоотразливым и достаточно продуктивным, а торговля и денежные обращения никогда не теряли своего значения. Средняя, наиболее многочисленная прослойка гаража в этих условиях оставалась достаточно представительной и не испытывала разлагающего воздействия новых феодальных началов. В обществе херсонеситов ко времени Владимира можно выделить следующие социальные эстрады. Первенствующие, потомственные знают, состоявшие из неначисленных земельных собственников, крупных владельцев недвижимости, богачей, верхушки, предпринимателей, византийских официалов. Это примерно 1% от населения города или около 50-70 человек. Высшее духовенство, епископ, пресвитеры, около 10 человек, профессиональные военные, 80-100 человек, не более 2% населения. Основная масса торгово-ремесленного предпринимательского населения, то есть хозяева средней руки, около 17-20% населения, например, на тысячи человек. Среднее и низшее духовенство, священники, диаконы, диаконисты, иподиаконы, клирики, щитецы, прежде чем примерно 10% населения, около 500-600 человек. И, наконец, низы городского населения, чили, рабы, пауперы, около 10% населения. Немногочисленные, пробившиеся в этой рамеизированной среде пришельцы, проходили социально-экономическую натурализацию, включали совместную городскую среду и неизбежно утрачивали оригинальное культурно-этническое лицо, даже если его варварские в кавычках отпечатки невозможно было скрыть, так сказать, на генетическом уровне. Степень их воздействия на ход социальных процессов в Херсоне и его округе всегда оставалась крайне слабой. Иудейская и тюркская, казарская специфика и даже этнические предупреждения могли сохраняться в одни сферах быта, в религии, но главным по-прежнему было мощное греческое доминирование, проявлявшееся и в языке, и в письменности, и в церковных обрядах, и в менталитете, и в других областях культуры. К примеру, письменные и археологические источники показывают, что впечатляющая по-бизантийски пышная литургическая жизнь Херсона включала в себя все ее основные и менее значимые службы, какие можно было встретить в рамейском церковном центре малого паломничества. Я попытался вот это синтезировать, у меня получилось, что она включает и ежедневную праздничную божественную литургию, причастие, крещение, миропомазание, утреннюю, вечернюю, всеночное обдение часы, литонию, литургический год с его календарем, праздник, с постовой памяти святых, культ святых мощей, вторичных реликвий, мучеников, городских, придавных церквах, партилиях, освящение храмов, литургию под открытым небом, загородные и городские процессии, перенесение реликвий, освящение вод, плодов, благослужебные последования, так называемое околухие в виде стациональных шествий, монашеский пост и погребальную службу. Город не только имел облик важного церковного центра, но важно подчеркнуть, что он и был им. И, на мой взгляд, именно это сыграло ведущую роль в многоходовых стратегических расчетах, планы Владимира, позволив ему организовать не просто военный поход сюда, но поход паломничества, откуда он смог вывести сакральные реликвии, святые мощи, как записал летопицы, на благословение себе. Именно они вошли в эротопию Киева. Князь и не пытался присвоить этот ромельский город, хорошо понимая его глубинные византийские корни и ориентиры. Обострение отношений, бунты, выступления правоактивательных стратников случались в Херсоне крайне редко, не чаще, чем в других ромельских пьемных центрах и даже в этом случае не сопровождались ничем похожим на разрыв дипломатических отношений, поскольку, принимая в этом случае меры обуздания со стороны империи, худшие случаи носили характер торгово-экономической блокады, лишение положенной городу из казны денежных сумм и самое главное предусматривались в отношении собственных подданных Васильев Сарамеев. Власть Стратика распространялась на соседнее Кастро и в случае необходимости он мог выбрать другое место резиденции за пределами Херсона, откуда был в состоянии продолжать вести дела Фьемы, а не некой страны сателлитов, как полагал французский византинист Жильберг С приходом в последнем десятилетии 9-го столетия новых кочевников, внесших свой вклад в изменение расстановки политических сил, а также в связи с улучшением общей ситуации перемещения венгров дальше от территории Крымского полуострова, включением печенегов в орбиту экономической деятельности херсонеситов, последующей нормализацией накалившейся отношений с казахским кабинетом, наступившей после похода военачальника, называемого Букши Ци, Песата, скорее всего в 1941 году. Роль посреднической торговли в жизни Фема Херсона, его, Турмы и Турмархата, Готфи, Сугдеи, Босфора и прочих здешних византийских владений еще более выросла, тогда как одновременно крепло их значение стратегического экономического буфера, избавлявшего Византию от прямых контактов с опасными северными соседями, но позволяла извлекать максимум выгод от таких опосредственных контактов, включая сбор важной политической разведывательной информации через деловые и миссионерские связи. Сельское хозяйство перестало быть основой экономики общества херсонеситов, ведущей рожьем заняли предпринимательство, торговля, которая велась путем неэквивалентного обмена и в которой так или иначе оказались задействованы верно, не менее половины трудоспособного экономически активного населения города. К временам Владимира позиции Романии в Херсоне и тесно связанные с ним в Готфии были вновь столь же крепкими, как четыре столетия назад, когда империя исчерпала в античный этап своего развития вступила в эпоху раннего Средневековья. Очевидно хронологический рубеж, который можно считать завершающим для истории раннего Средневекова Херсона и начала новой эпохи стоит искать не столько в достаточно устойчивой консервативной хозяйственной и социально-экономической сфере, слабо подверженной изменениям, сколько геополитических сдвигов в Евразии и на полуострове, происходивших в 20-40-е годы X века как раз непосредственно перед приходом сюда Владимира. Именно в это время сопавшее островление Василевса Романа Первого Локопина и Константинова Магринародного Херсон пережил пару бурного масштабного баранитного строительства, активизировавшего уже со времени Василия Первого с конца Девятого века, а Византия сумела занять лидирующую позицию на территории Крымского полеострова, надолго и прочего здесь свои позиции, добилась урегулирования отношений с хазарами и все более стремительно набиравшими силу русами, русами. К этому же времени в целом завершилось оформирование этноконфессиальной общности, интегрировавшей разные племенные народы в относительно единую средневековую народность таврики, отличительными чертами, которые являлись глубокое восприятие христианства и греческой культуры, вплоть до языковой и письменной среды, как я уже сказал. Очевидно, это нашло отражение в рождении топонима Херсакея, страна Херсаков, и более позднего этнонима Гуатааламы. Бытующее же среди некоторых исследований представление о некой Крымской Хазарии, о Крыме Хазарском или о Крымском реликте Хазарского Каганата, это не более, чем мнение для исторических соображений, исторических спекуляций. Хазария, сокрушенная в 1965 году Святославом, воинственным отцом Владимира, всегда оставалась за пределами Крыма. Сказанному остается добавить, что экономика Херсона никогда не была самодостаточной, и одной торговли с местным населением и пришлыми кочевниками для ее обеспечения было мало, тем не менее, именно посреднический, транзитный характер такой развитой торговли во многом объясняет стержень поразительно устойчивой связи с романией и жизнеспособности города, особенно к времени Владимира, к концу раннего Средневековья. Византийская политика в отношении Херсона и Таврики постоянно реагировала на изменения внешней и хозяйственной ситуации в этом регионе, которые империя разными путями в целом достаточно успешно, как ведь и всегда, стремилась сохранить за собой. Трудные времена приходили и уходили и 80-е года 10-го века применительной Ктаврики в этом плане ничем не отличались от других предшествовавших им. И краски были, конечно, не только черными. Горожи, вопреки всем лихолетиям, находил в себе достаточно сил, чтобы развиваться, строиться из надежды смотреть в будущее. Таким крепким, ромейским, что очень важно, многофункциональным центром и застал его князь Владимир, который должен был действовать в отношении Византии быстро и точно и не в роли просителя. Он первым начал войну с ромеями, имея все основания предать паломнический статус своей военной экспедиции к святыне Херсона с целью креститься именно в нем и тем доказать, что новая вера приносит невиданные победы. И выгоды от такого выбора вскоре стало очевидно всем. Спасибо.